зачем мне идти к психологу я вообще сама себе психолог эти и не только вопросы и ответы мы попробуем сегодня разобрать я виктория и вы попали на мой канал начну с того что у меня есть психологическое образование я окончила институт практической психологии и матон в санкт-петербурге но работать психологом я не стала точнее я поработала я вела психотерапевтическую группу консультировала людей но потом ушла в другую сферу это мой осознанный выбор возможно я вернусь консультирование возможно это будет когда мне будет где-то за 50 или за 60 лет когда у меня будет огромный жизненный опыт и отношение к себе и к людям немного другое я считаю что вот в этом зрелом возрасте тебе уже по-настоящему есть что отдавать ты уже не слишком привязана ко всему и можешь быть более объективной так ну это другой вопрос про объективность психологов про их не заинтересованность про то могут ли они быть чистым листом того раса то чему их учат это большой вопрос сегодня все-таки поговорим зачем мне идти психологу когда я сама себе психолог первое что хочется сказать что вот этот аргумент распространенный ну таким вот обычно это такой агрессивный довольно спор зачем психологу я сама себе психолог да нет что ты сама себе стоматолог она краситы сама себе психо и вот эти вот эта вот перепалка она немного шаблонные и мне кажется конечно немного сравнивать стоматолога и психолога неправильно давайте еще раз беремся в моменте потому что есть психолог есть психолог Психолог-консультант, есть психотерапевт, есть психиатр. Психиатр, тот, кто медикаментозно лечит, пришли, он послушал вас, ваши жалобы, выписал таблеточку. Ну, или закрыл вас. Потом, психотерапевт, это тот, кто может вам и таблеточку выписать, но и лечит разговором. Психолог-консультант, это только разговор. И психолог, ну, это, как понятно, психо, логос, это ученый, который изучает науку о душе. Так вот, мы говорим сегодня о психологах-консультантах, ну, о психотерапевтах еще, возможно. И почему, вот лично я считаю, что вот эта фраза «я могу сама себе быть психологом», она на самом деле имеет две стороны. Если у человека сформирована психика, она формируется в детстве, это всем известно, и она здоровая, цельная, исправляется с жизненными ситуациями, с кризисами, которые все равно будут случаться, какой бы там человек не был цельный, здоровый и так далее, кризисы случаются у всех. Это нормальное развитие для человека. Просто человек со здоровой психикой способен сам этот кризис пройти и выйти из него с удовлетворительными результатами. Человек, у которого не здоровая психика, обычно либо избегает кризиса, ну, то есть там психологические защиты всякие начинают срабатывать, он отрицает то, что вот есть какие-то проблемы, или он вытесняет, там уходит в работу, или в отношения влюбляется в кого-то и уже не видит ничего. Ну, то есть он каким-то образом уходит от реальности, там наркотики, алкоголь, все что угодно. Это значит, что человек не справляется, его психика не справляется. Если она справляется, человек даже не замечает, у него даже вот этой мысли, там, а идти мне к психологу или не идти, нет, потому что он справляется, психика его настолько здоровая, что она как бы его внутренний психолог. У него уже есть этот внутренний психолог, который там на бессознательном уровне все решает, потому что механизмы на самом деле есть в психике те, которые могут сами все это сделать. И человеку реально не нужен психолог, и он реально сам себе, но он даже об этом не знает, он не копается в себе и не находит, у него это происходит вот, что называется, само по себе, это так кажется снаружи, внутри на самом деле там механизм, работающий как часы. Вот, и в этом случае, да, я готова согласиться, но в случае, когда психика не справляется, можно быть самому себе психологом, конечно, можно и операцию себе там сделать, как хирурги же, вот на войне как-то есть такие случаи, когда сами себе делали зуб себе можно вырвать, вот это вот к двери там привязать веревочкой. Можно. Ну, просто вопрос, зачем? Зачем и насколько это эффективно? Если вы хотите решать какую-то вот один, вот у вас есть проблема в отношениях или вы подошли к какому-то кризису, да, вы можете с этим кризисом, скорее всего, ваша психика будет вас защищать, и вы будете от него как-то пытаться уйти, не решать эти вопросы, если вы их не можете решить, либо вы будете их решать очень неэффективно, очень долго, очень болезненно, очень мучительно будете их решать. Я вот лично не вижу смысла. Я бы хотела рассказать, как я первый раз сама пришла к психологу. Мне было 23 года тогда. Это было 12 лет назад. Я попала так к психологу. В общем, я ходила на всякие психологические тренинги. В те годы это только зарождающийся продукт был, и было очень много некачественных тренингов. Это вообще отдельная тема. Очень было все плохо в этой сфере в тот период. Вот. И я ходила на эти тренинги, и никакого особого результата и решения я там не находила. Просто какой-то был драйв, вот какой-то вот, ну, в общем, много всего там было не очень хорошего на самом-то деле. Так вот, и мне подруга одна сказала, говорит, Вика, я знаю одного парня, так вот он сходил к психологу, и вот эти вот его проблемы, которые мучили его, и он ходил по тренингам, по всяким, он прям решил за один сеанс. Сеанс. Мне это запало, информация в голову. Прошло где-то полгода, я решила попробовать. Я пришла к психологу с таким запросом. То есть это было, вот, я понимала, что я сама не справляюсь, что делать я не знала. И я пришла, у меня был такой запрос, что у меня вот здесь вот где-то вот в районе вот груди у меня есть какие-то неприятные ощущения. Вот когда мы сидим с коллегами, разбираем, и я тогда работала в программе Питер инструкция по применению, и мы снимали сюжеты, и вот потом у нас была такая вот что-то вроде планерки, мы разбирали эти сюжеты. Вот, значит, мы сидим, и мне вот неприятно, вот прям настолько, ну, знаете, бывает, что там чуть-чуть неприятно, где-то что-то кольнуло, а вот это вот настолько неприятно, настолько что-то давит, что я не могу даже мне, мне предоставляют слово, а я не могу вымолвить ни слова, не могу, у меня прямо вот сжимает, у меня прямо зажим, как будто мне нельзя говорить. Настолько это было сильно, но при этом я не могу ни назвать это чувство, ничего конкретного сказать, просто давит что-то неприятное, и все. И вот с таким запросом я пришла. Честно говоря, психолог правда помог, но на время, потому что это было не долгосрочное, а то, что называется краткосрочным консультированием, то есть это может быть один раз или два раза или три, это краткосрочное консультирование. Вот. И как мне потом сказала эта психолог, мы потом уже с ней общались, я уже приходила на ее там отдельный тренинг, она сказала, что я пришла в таких психологических защитах, она это назвала, что я как в танке была, что работать со мной было, ну вот это ее мнение, я вот сейчас уже не знаю, вот сейчас из этой точки я не знаю, возможно, просто это было ее мнение. Но она сказала, что вот она лично не решилась сквозь эти психологические защиты там прорываться как-то и что-то делать. Вот. Но это, знаете, это как обезболивающее, то есть болит голова, ты выпил таблеточку, голова прошла. Но ты не знаешь причину, по которой у тебя болела голова, если она болит регулярно, то естественно надо там делать томографию, КТ, ну там еще что-то, в общем, так это оставлять нельзя. И в итоге, в итоге, когда я уже пошла учиться на психолога, у нас, психолога-консультанта, у нас было обязательно условие, что мы сами должны пройти личную терапию, долгосрочную, регулярную, не так, ты раз в полгода пришла или раз в месяц, а надо было ходить, по-моему, два раза в неделю сначала нужно было ходить, но там надо было определенное количество часов отработать. Вот. И я пошла. И если честно, вот только тогда я поняла, что такое психолог-консультант, что такое вот это долгосрочное консультирование и зачем оно нужно. Вот сейчас уже из этой точки я могу сказать, что многие проблемы, которые в тот момент мне казались неразрешимыми, сейчас они просто для меня даже не стоят. Вот это вот ощущение, что что-то давит, я его могу назвать. Это тревога. Я узнала о том, что я вообще тревожный человек. И со временем я научилась справляться со своей тревогой, я научилась ее сама переживать. Очень часто, когда психика не сформирована правильным образом, она не способна какие-то чувства, человек не способен какие-то чувства самостоятельно пережить. Это знаете, это как, ну это как пищеварительная система, это как переварить. Вот поступает еда, там надо что-то полезное взять, все остальное там до свидания. И с чувствами то же самое. Вот есть тревога, и в тревоге есть плюс, что она говорит тебе о том, например, что что-то сейчас происходит тебе неприятное. Это плюс, потому что она для тебя как то, что отражает действительность, то, что говорит тебе, что сейчас с тобой хорошо, сейчас с тобой плохо, быстрее, чем мозг, а ты даже понимаешь. Но минус в том, что когда ты не умеешь с ней справляться, ты пытаешься от нее избавиться, не взяв от нее ничего положительного, просто побыстрее от нее куда-то спрятаться. И особенность психики в том, что когда что-то вытесняется, оно начинает влиять бессознательно и влияет намного сильнее, чем когда мы это видим. Вот, то есть спустя какое-то время консультирования, я просто узнала о себе много вещей, я увидела, с чем я не справляюсь, и научилась это делать при помощи психолога. Вот. Еще скажу, что у меня за все это время было 4 психолога. Первая была, вот, к которой я пришла один раз, и потом я к ней еще пару раз ходила, еще ходила к ней на тренинг. Хороший, кстати, тренинг. Вот этот как раз тренинг – это качественный продукт. Потом я еще у одного психолога консультировалась, когда это было обязательно в нашем условии на обучении. И вот у третьей психолога я консультировалась очень много лет. И сейчас я нашла себе еще одного психолога – это мужчина. До этого всегда были женщины. на эту тему, наверное, я сниму отдельное видео. Оно будет называться «Как выбрать психолога». Да, я там как раз хочу затронуть вопрос, есть ли разница, да, какой у вас психолог. Кто у вас психолог – мужчина или женщина? Я всегда говорила, что это все равно, но вот есть один нюанс, по которому все-таки разница есть. Так вот, если подытожить, то я могу сказать, к психологу нужно ходить, во-первых, если вы готовы решать свои проблемы. Даже если вы, ну, готовы хотя бы о них узнать. Если вам некомфортно, и вы признаетесь, что вы не справляетесь с какой-то ситуацией в своей жизни. Отношения, какой-то кризис у вас личностный, финансовые трудности, с работой трудности. Если вы не удовлетворены результатом, попытаетесь решить, но не удовлетворены этим решением, то психолог вам может помочь. И это повод идти к психологу. Второе, наверное, это когда вы столкнулись с какими-то чувствами, которые вам сложно пережить, и вы понимаете, что это чувство не дает вам двигаться дальше. На самом деле это связано, потому что вы не можете справиться с обычной ситуацией, потому что вам, ну, либо ваше поведение, вы не понимаете, что вы делаете не так, и продолжаете делать одно и то же. Либо вам какие-то чувства, вот у вас есть какое-то чувство, которое вам не дает поступить по-другому. Или оно вас просто парализует. Вы оказываетесь в конфликте, и не можете в нем действовать. Вы либо убегаете, либо позволяете себя подавить. Это тоже причина, конечно, идти к психологу. Но вот отправлять кого-то к психологу, у меня бывают, что мне подруги рассказывают, что вот там кто-то хочет маму отправить к психологу, кто-то мужа, друга, сестру. Вот это абсолютно бессмысленно, потому что человек, естественно, сопротивляется. Ну, вообще, представьте, он говорит, иди сходи к психологу. Это выглядит как будто, ну, либо отстань от меня, я не хочу тебя слушать, либо ты псих, иди полечись. То есть это воспринимается как отвержение. Если тебе что-то не нравится в родственниках, в друзьях, в близком человеке, в любимом, то надо в первую очередь, ну, либо там с любимым человеком можно расстаться, да, если прям совсем никак с ним не договориться, либо, если для вас ценные отношения, то нужно что-то делать в первую очередь с собой. Вот. И еще важный момент, почему не нужно никого отправлять к психологу, потому что человек бессознательно чувствует, что придется переживать очень сильные и довольно часто неприятные эмоции. и человек должен быть к этому готов. Это как отправлять кого-то на какие-нибудь там соревнования по биатлону, ну, то есть, понятное дело, с подготовкой, но человеку придется пройти и преодолеть очень много трудностей, очень много, и это не всегда будет приятно. Поэтому, естественно, у человека внутри должна быть его личная готовность через это пройти. Представьте, вот вам через такое придется пройти, и вы не сами это выбрали. Вас отправила сестра. Вот представьте. И при этом ваша сестра или тот, кто вас отправил, он не будет сидеть с вами днями и ночами и держать вас за руку. Он очень умный, дал вам совет, идите сходите к психологу, но за руку держать, материально вас поддерживать, когда вы уйдете с нелюбимой работы, которую до этого вы могли выносить, потому что защиты ваши психологические как-то вас прикрывали, вытесняли то, что вы не любите, эту работу, вы отрицали, что вы, ну что угодно. Защиты вас как-то закрывали от этого. А тут вы честно себе признались, я ненавижу раба, я не могу с утра вставать на нее и идти. Я умру под забором, чем на нее пойду. И тот, кто вас отправил, не будет вас материально поддерживать. Ну то есть я говорю вам, кто пытается отправить, вы же не будете этого человека материально поддерживать? Нет, вряд ли вы собираетесь с ним сидеть всю жизнь, держать его за руку, вытирать ему слезы день и ночь. Вряд ли. Вы же к психологу, да, отправили, чтобы он отстал от вас. А он от вас не отстанет, ему станет еще хуже, возможно. Да. Поэтому задумайтесь лишний раз, когда вы кого-то пытаетесь отправить. И я просто очень много раз с этим сталкивалась, когда говорят, вот мама у меня, вот просто мне, вот ее бы к психологу, чтобы вот она изменилась. И когда человеку говоришь, слушай, ну ты может как-то сама попытаешься там измениться, но мама вряд ли изменится. Ну, это ее выбор, это ее жизнь. Если она захочет, она, наверное, как-то изменится, к психологу пойдет, или что-то там сама, там книги почитает, еще как-то, духовные практики, может еще, ну, она сама. Если тебе конкретно мама не нравится и отношения с ней, может тебе стоит как-то меняться. Обычно это, так вот, на тебя машут рукой, говорят, что ты просто ничего не понимаешь. А я все понимаю. Потому что я по-честному ходила к психологу, к консультанту, и продолжаю периодически ходить. Я сначала ходила вот два раза в неделю, когда нужно было по учебе, потом я ходила уже раз в неделю, и теперь я хожу тогда, когда я сталкиваюсь с какой-то вот такой острой ситуацией, когда я понимаю, что я не справляюсь. То есть я могу полгода не ходить, потом какое-то время, вот пока я решаю эту ситуацию, походить к психологу, потом опять могу не ходить. То есть сейчас я хожу вот по мере необходимости. Ну, и чтобы подытожить, хочу сказать, что в России это довольно новое мероприятие. Меня очень радует, что сейчас уже многие публичные люди признают, что они ходят к психологу, что уже меняется отношение, что не считается, что если ты ходишь к психологу, ты псих. Я, кстати, так думала, когда мне подружка посоветовала, у меня долгое время было такое, что к психологу ходят психи. Нет, к психологу ходят не психи. Психи уходят или их привозят к психиатру. Поэтому очень рада, что отношение меняется, что сейчас много информации, даже вот эта популярная психология, меня она все равно радует, потому что это верхушка айсберга, но если человек хотя бы начинает этим интересоваться, то он может пойти и дальше, если это для него близко. И еще хочу сказать, что я не считаю, что психология — это единственное решение проблем. Многие люди занимаются духовными практиками. Ну, кто-то это совмещает все. Проблемы можно решать разными способами. Мне лично близка психология. И думала про эту фразу, расхожую о том, что в психологии идут люди, у которых есть проблемы. Я это вижу немножко по-другому. То есть да, проблемы-то есть у многих, но психологи — это те люди, которые решили разобраться с этими проблемами и которые верят, что это возможно, что есть способы, механизмы, инструменты решить свои проблемы. Вот кто идет в психологии. А так куча людей, которые ходят с проблемами, с уверенностью, что это они такие, жизнь такая, ничего не решить. Будем дальше медленно, но верно двигаться к своему последнему дню на земле. Спасибо, что были со мной. Следующее видео будет про то, как выбрать себе психолога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!